Привет, друзья! С вами Кирилл, и сегодняшний выпуск мы посвятим рубрике «Самый нужный английский». Здесь мы учимся говорить по-английски естественно и непринужденно, на самые различные темы в самых разных ситуациях. Сегодня мы рассмотрим фразы, которыми можно заменить слово «yes», когда вы хотите согласиться с собеседником и подтвердить его слова. Например, ваш собеседник красноречиво высказывает свое мнение по поводу причин глобального посепления, и вам нужно подкрепить одобрительное кивание головой какими-нибудь английскими фразочками в тему. Всегда можно сказать «yes» или «you are right», но в какой-то момент вам это может показаться недостаточным. Какие еще выражения можно использовать? Вначале давайте рассмотрим односложные фразы. Первым делом хочется сказать об очень популярном разговорном слове «absolutely». Оно выражает ярое согласие со словами собеседника. Вы подписываетесь под каждым словом, говоря «absolutely». Мы должны заботиться о нашей планете. Согласен на все сто. Вместо него также можно употребить фразу «exactly». Что значит «именно так», «я полностью согласен». Мы должны научиться уменьшать количество отходов. Вот именно. Эти фразы также можно заменить словами «definitely» или «certainly». Мы должны научить наших детей, как предотвратить изменение климата. Сто процентов. Можно употребить самую простую фразу. Вы правы. Мы должны использовать экономичные лампочки. Вы правы. Или Согласен с вами. Если тебя волнует состояние экологии, иди пешком вместо того, чтобы ехать на машине. Согласен с тобой. Если вы хотите подчеркнуть, что прямо на тысячу процентов согласны, можно дополнить эти фразы словами «totally» или «absolutely». Не забываем, что это разговорные фразы. Они используются только в неформальной обстановке. Нужно отключать технику, когда мы не используем ее. Ты абсолютно прав. Согласен на все сто. Еще один способ подчеркнуть, что вы совершенно согласны с мнением собеседника – это фраза «I couldn't agree more». Дословно «я не мог бы согласиться еще больше». То есть «я согласен с вами на все сто». Если ты хочешь экономить воду, выключай кран, когда чистишь зубы. Полностью согласен. Если вы хотите сказать «я думаю точно так же», можно употребить фразу «my thoughts exactly» – «точно мои мысли», «точь-в-точь, что я думаю». Воздушные шары, которыми мы пользуемся для празднования дней рождения и свадеб – это тоже большой источник пластикового загрязнения. Я думаю, точно так же. Можно использовать и синонимичную фразу «that's exactly what I was thinking». Я именно об этом и подумал. Если покупать меньше вещей, это не только сэкономит деньги, но и поможет сделать нашу планету лучше. Я именно об этом и подумал. И если развить эту цепочку еще дальше, можно сказать предложение «that's exactly what I had in mind». Именно такая мысль пришла мне в голову. «We should organize a tree planting event. That's exactly what I had in mind». Нам следует организовать посадку деревьев. Именно об этом я и подумал. И последняя на сегодня фраза. «No doubt about that». Несомненно, без сомнений на этот счет. «We all need to act together to stop global warming and save our planet». «No doubt about that». Мы должны действовать вместе, чтобы остановить глобальное потепление и спасти нашу планету. Без сомнений. Однозначно. Какими еще фразами можно заменить слово «yes»? Напишите, пожалуйста, свои варианты ответов в комментариях. Какие фразы вам больше всего запомнились? Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Смотрите ссылки на другие материалы в описании. С вами был Кирилл. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Увидимся в следующих выпусках. Продолжение следует...